Ну что, друзья, всем привет и добро пожаловать на канал. Вы попали сюда не просто так, а благодаря притяжению Товерина. С вами, как всегда, Игорь, и я хочу начать свой цикл о Отрекшихся. И начать я его хочу с наименее популярных. Поэтому ролик и о Миссане. В данном ролике я буду предупреждать вас о каждой книге, которую буду спойлерить. Поэтому, если вы видите ту книгу, которую вы все еще не читали, именно в этом моменте вам стоит выключить этот ролик. Ну что ж, давайте начнем. Ну, вы знаете, как говорится, встречают по одежке. Поэтому, прежде чем мы подойдем к Миссане, попросим там у нее телефончик, позовем на свидание, давайте вообще разберем, нравится она нам или нет. Если вы встретите Миссану где-нибудь на улице или в баре, то она вам очень может напомнить актрису Алисон Бри. У нее тоже рост 167 сантиметров, выглядит она чуть моложе средних лет. У нее большие влажные голубые глаза и темные волосы до подбородка. Миссана скорее симпатична, чем действительно красавица. Когда она говорит с вами, ее голос может напомнить вам звон колокольчиков. Советую вам быть максимально вежливым с Миссаной. Даже если она вам ответила отказом и даже если она к вам относится неуважительно, ведь уровень ее силы это 2 и в скобках плюс 11, что ставит ее на следующий уровень под такими женщинами, как Ламфир, Семирак и Оливия. Если бы вам повезло разговорить Миссану в какой-то удобной обстановке, то вы бы познакомились с очень упрямой, практичной, интеллигентной женщиной, которой свойственно анализировать абсолютно все. Хотя иногда она остается достаточно слепа к собственным недостаткам и достоинствам. Если у вас какой-то романтический настрой по отношению к Миссане, то лучше забыть, она обычно очень забивает на собственную внешность. Все, что ее волнует, это власть. Причем вот с большой буквы. Вполне возможно, что во время разговора с Миссаной она вам может показаться мечтательной, потому что она не присутствует как бы с вами, когда вы с ней общаетесь. Но на самом деле это далеко не так. Это даже не эффект того коктейльчика, которым вы ее угостили, надеясь на хорошее продолжение вечера. На самом деле Миссана просто очень часто уходит в собственные мысли, но при этом никогда не теряет бдительности и замечает любые детали, которые ее окружают. Если же вы понравились Миссане, то она может даже представиться своим настоящим именем, Саин Таразин, и даже расскажет вам свою историю из эпохи легенд. По сравнению с остальными отрекшимися, Саин никогда не отличалась какими-то талантами. Ее даже не приняли на достаточно почетную должность в университете Каламдаан, после чего она была вынуждена стать просто учителем. Ее это сильно раздражало, что она должна обучать и рассказывать о открытиях других ученых, вместо того, чтобы делать их самостоятельно. Вполне возможно, что именно эта эмоция и послужила главнейшим катализатором ее перехода на сторону тени. Перейдя к тени, Миссана компенсировала свои недостатки упорством, была очень компетентным генералом и ученым для темного. Она захватывала земли и строго ими правила, заставляя всех своих подданных высылать детей в так называемые школы Миссаны, где она обучала их шпионить и гнобить друг друга. Более того, неуспеваемость в таких школах каралась смертью. В своих школах Миссана учила детей ненавидеть всех, кто от них отличается. И во время войны дети Миссаны, так они назывались, часто были достаточно ключевыми игроками. Они нападали на академиков, предавали и шпионили за своими родителями, а также во второй половине войны часто выступали в роли судьи и палача. Если бы Миссана высылала резюме на работу, то, скорее всего, заглавила бы ее как темная Амерлин. Она очень много занималась именно организаторской работой и привела в строй Черной Айя немало новых рекрутов. Будучи одной из 13-ти и сильнейших приспешников Темного, Миссану призвали в Шаилгул в тот день, когда Льюстерин Теламон и 100 спутников напали и заточили их вместе с Темным. Но имя Миссаны еще долго преследовало этот мир, потому что банды и группировки, которые формировались во время разлома, часто называли себя дети Миссаны. Более того, многие из них действительно были бывшими воспитанниками этой отрекшейся. Ну что ж, теперь мы переходим непосредственно к циклу «Колесо времени». Сейчас начнутся спойлеры и начнем мы с книги «Властелин Хаоса». Впервые встречаем мы Миссану в начале шестой книги – «Прологи». Она занимается тем, что собирает башенку из домино и очень гордится, что не пользуется для этого единой силой. Главная цель ее – просто избежать какого-либо контакта с Семирак. После разговора с вернувшимся из Шаилгула Димандредом, мы узнаем, что Миссана прячется в Белой башне. Более того, между ней Димандредом и Семирак есть какой-то негласный союз. Кроме того, мы также узнаем, что Миссана была каким-то образом причастна к плану поимки Ранда Алтора в Тире. Она им очень гордилась и была уверена, что у Белала все получится. В короне мечей Миссаны совсем мало. Она лишь один раз появляется Алвиарин в форме какой-то тени с серебряным светом. Миссана узнает от Алвиарин, что Элайду посетила пророчество, и когда Черная Ая предлагает ей устранить Элайду и устранить Амерлин, Миссана с издевкой отказывается. После чего она все же снисходительно обучает ту перемещению. В пути кинжалов Миссана еще меньше, чем в прошлой книге. Она лишь один раз появляется Алвиарин и приказывает той раз узнать, почему главы Ая на глазах на людях грызутся друг с другом, но когда никто их не видит, они шушукаются и что-то планируют. Алвиарин снова предлагает устранить Элайду и снова Миссана презрительно отказывает. В перекрестках Сумерек через воспоминания Алвиарина узнаем, что Миссана была достаточно сговорчива и рассказала Черная Ая о таких изобретениях эпохи легенд, как летающие машины и даже лифты. После того же, как Элайда разжевывает Алвиарин, это возвращается и просит помощи у Миссаны, появляется Шайдар Харан. Он наказывает Миссану за то, что Таня явилась по призыву Темного в Шадар Логот, когда Ранд очищал Саидин. В наказание Шайдар Харан насилует Миссану. Одна из самых таких хардкорных сцен Колеса Времени. В книге «Нож с наведением» Миссана приходит на очередную встречу, организованную Маридином. Мы видим разговор между ней и Арангар, где они пытаются координировать манипуляции с сестрами в Белой Башне и с сестрами-мятежницами. Каждая пытается перетянуть одеяло на себя. Из разговора мы узнаем, что Миссана и была тот человек, который первым придумал план расколоть башню. Под конец встречи Миссана пытается показать характер, но Маридин напоминает ей, что она уже была один раз наказана, напоминая ей про изнасилование Шайдар Хараном, и приказывает не трогать Рандо Алтора, но при этом убить Перина Айбару и Мэтри Маккоутона. В прологе грядущей бури Миссана снова на встрече у Маридина с другими отрекшимися. Ну что ж, Маридин явно очень любил тусовки. Миссана пытается уговорить его, чтобы он спас Семирак, ведь она попала в плен к Рандо Алтору, на что Маридин отвечает отказом и говорит, что Семирак заслужила то, что с ней происходит. Опять же, каждый раз, когда Миссана пытается показать характер, Маридин напоминает ей, что происходит с непослушными девочками в стане темного и приказывает им удалиться. Напоследок, Миссана обещает преподнести темному белую башню на блюдечке. Ну и, наконец, в книге «Башни полуночи» после долгих попыток заманить Миссану в ловушку, та, наконец, нападает на Эгвейн, на хранительец мудрости и на представительец морского народа. После долгого сражения в село Ранриоде, в конечном итоге, наши побеждают. Эгвейн ломает силу воли Миссаны своей силой воли и в конечном итоге, после сражения уже, сестры находят одну коричневую сестру по имени Данель. Она полностью лишилась ума, у нее там течет слюна с подбородка и все дальше по списку. Она безоговорочно проиграла Эгвейн и осталась только лишь одна, светлая Амерлин, в конце этой книги. Кстати, еще один прикольный момент. Если вы перечитываете цикл и вы уже знаете, что Данель это и есть Миссана, то в четвертой книге у этой коричневой есть даже очень неплохая роль. Во-первых, в сцене, где Элайда срывает паланкин Суан, рядом с ней стоит Данель и очень нехидно ухмыляется. Кроме того, Данель была ответственна за работу каменоломщиков Белой башни и под этим прикрытием, под прикрытием рабочих, она смогла провести несколько сотен солдат в Белую башню, которые и были частью нападения и свержения Суан. На самом деле неизвестно, была ли она уже в этот момент Миссаной, либо же потом отрекшуюся уже использовала ее внешность, потому что они даже чем-то очень похожи. У обоих голубые глаза, обе немного мечтательны с первого взгляда. Личное мое мнение, что да, это уже была Миссана, потому что она таким образом косвенно подтолкнула Элайду и помогла всем, чем могла, чтобы в конечном итоге случился раскол Белой башни. В любом случае, было бы интересно узнать ваше мнение. Если вам ролик понравился, то ставьте палец вверх, пишите комментарии, подписывайтесь на этот канал, если вам интересно Колесо Времени и другие фэнтези-произведения. А если хотите поддержать этот канал рублем, видеть ролики раньше всех и вступить в Армию Света, то ссылочка на Патреон внизу. Я же, как всегда, вас всех очень сильно люблю, всех целую и да осияет вас свет.